Занимавшись с октября 2009-го вплоть до апрельской революции, постпремьер-министр Дания Русенов буквально фонтанировал идеями сравнительно честного отъема денег у граждан своей страны. Он предлагал увеличить размер штрафов за нарушение правил дорожного движения, собирать налог в 60 тыинов за каждый дозвон с абонентов сотовой связи, а также ввести контрольные марки на безалкогольную продукцию. То есть фактически он предлагал ввести дополнительный налог на воду. При Усенове приблизительно на треть выросли тарифы на коммунальные услуги. Цены за электроэнергию выросли почти на 90%. Мне даже лично говорили, один раз мы встречались, вот электричество сейчас действительно в тяжелом состоянии, вот то, что сейчас мы начинаем, да, вот надо деньги не выделять, надо сейчас поменять оборудование и так далее, обновлять, а ну деньги, ну кредит возьмем, нет, кредит не возьмем, зачем это на нас еще ввечать, мы эмегент населения, пусть каждый добавляет и так далее. И поднял цену на электроэнергию. Объяснив такой скачок цены реальной угрозой потери энергетики, Усенов поблагодарил население за понимание и выдержку. Между тем, основным лозунгом революции 2010 года было не допустить повышения тарифов на электроэнергию. Сегодня уже нынешний премьер снова призывает народ к пониманию и предлагает обогреваться углем. Тем, у кого он есть, добавляет Сариев. А тем временем тарифы на электроэнергию продолжают расти. В этот раз цены подняли с 1 августа прошлого года, когда все протестное население отправилось в отпуска. По словам депутата Мейербека Мискинбаева, нынешние действия Кабмина напоминают времена премьерства Даниара Усенова. Вместо того, чтобы помочь, например, нашим фермерам и уже фактически, а не формально открыть, наконец, для них казахстанский рынок сбыта, правительство думает о том, как легализовать запрещенное в Кыргызстане казино. Повышение аэропортовых сборов и внедрение ОСАГО напоминает времена премьерства Усенова. Для начала необходимо поднять уровень жизни населения, а потом уже вводить страхование жилья и так далее. В народе говорят сначала повысьте пенсии, зарплаты, а не отбирайте последние. Люди просят приостановить открытие казино и введение страховок. Они призывают обратить внимание на более существенные проблемы. По словам депутата Исхака Масалиева, сегодня общество уже раздражает не только непонятные и несвоевременные инициативы правительства, но уже и пышные кортежи и эпатажные высказывания премьера. Необходимо все-таки немного умерить амбиции, говорит политик. По словам Масалиева, сегодня, как и тогда, решение проблем граждан правительства взваливает на плечи самих граждан. Тем более в момент кризиса, когда население и так выживает кто как может. Вот эти вот законы, которые внесли страхование автомобиля, страхование жилья, они как-то вызвали обратную реакцию и сегодня могут вызвать другие последствия негативные. Потом, то, что сегодня-завтра должны быть митинги в Нарыне из-за того, что ряд сел исключается из категории высокогорья, так тому опять же вина того же правительства. Законопроект об отмене 50% надбавки к зарплате или пенсии для лиц, живущих в условиях высокогорья, был отозван сразу после того, как нарынчане пригрозили к обмену бессрочной акцией протеста. Митинг, однако, все равно состоялся. Вину за эту недоработанную инициативу Тимир Сариев возложил на Министерство труда. Ведомство не провело комплексного анализа в регионах, сказал премьер. Подобные непопулярные меры привели, в конце концов, к свержению предыдущего режима. Сейчас, по словам политологов, действие Кабмина вызывает все более возрастающее социальное напряжение. Правительство берется за все, но в итоге ничего не работает.